Учёные Тверского государственного технического университета разрабатывают методику использования отходов химической промышленности при изготовлении позагребневых плит. Они предназначены для возведения несущих внутренних стен и перегородок в помещениях. Чем уникальна и интересна инновация, выясняла наш корреспондент. Позагребневые плиты — это строительный материал для возведения стен и перегородок. Их изготавливают на основе гипсового вяжущего и воды. Технологии, разрабатываемые студенткой первого курса магистратуры Кристиной Козловой, включают добавление в состав отходов химической промышленности. Инновация позволит в два раза увеличить прочность изделия и значительно снизить его себестоимость. По предварительным расчётам, где-то процентов на 40 точно понижается. Себестоимость получится меньше. Позагребневые плиты делаются на основе гипсового вяжущего. За счёт этого они у нас пожаростойкие. Они выдерживают где-то около 6-8 часов пожара и выделяют только пары воды. Также данный материал будет звукоэлизационным и теплоэлизационным. Один из отходов химической промышленности — фосфогипс. Его размалывают до мелкого состояния. После этапа дробления вещество просеивают. А чтобы добиться более мелких частиц, помещают в аппарат вихревого слоя. Вот это один из примеров такой мельницы, на которой можно это сделать. На данном уровне, таком мелком, без микроскопа вы никогда не различите размеры этих частиц. Это всё нужно для лучшей компоновки этих частиц между собой. Сейчас в мире очень остро стоит вопрос сохранения экологии и безотходного производства. Поэтому использовать отходы, перерабатывать их и применять в производстве — актуальный вопрос. Сейчас сформулировано 17 целей ООН, которые говорят о том, что и одна из целей, она как раз говорит о ресурсосбережении и создании здоровой окружающей среды на основе вовлечения, прежде всего, отходов промышленности. К слову, в Тверском государственном техническом университете студенты активно занимаются разработкой новых технологий для предприятий. Некоторые из них уже успешно применяются на производствах. Посещая различные конференции, выставки и так далее, знакомясь с коллегами, мы понимаем, в каком направлении нужно работать, где уже много чего-то достигнуто, а где есть вот такие, ну скажем, неизведанные ещё белые пятна, где мы можем применить свои знания, умения и свои рабочие руки для того, чтобы помочь промышленности. По мнению губернатора Игоря Рудени, от тверских учёных сегодня зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета страны, его развития как великой научной и промышленной державы. Именно их работы формирует будущее Тверского региона и всего государства.